Российские гонщики имеют по 11 очков, Дмитрий Хамецевич 9, Гюнтер Бауэр 8, также по 8 очков имеют Францорн Австрия и Виталий Хамецевич Россия. Павел Чайка, еще один российский спортсмен из подмосковных Луховиц, имеет в своем активе 7 очков. Вот такие результаты перед пятой и заключительной серией заездов. Впереди у нас 17 заезд, в котором стартуют следующие спортсмены. По первой дорожке в красном на шлемнике статуя номер 10, Кай Лехтинин, Финляндия. По второй дорожке в синем на шлемнике статуя номер 7, Николай Красников, Россия. По третьей дорожке в белом на шлемнике статуя номер 1, Степан Сленсен, Швеция. И по четвертой дорожке в желто-черном на шлемнике статуя номер 18, Маркус Габраут, Австрия. Вот такой квартет, чтобы смело будет принять в детстве. Вот, уважаемые телескорители, вы видите перед собой Николая Красникова, который стоит и ждет разрешающего сигнала для выезда на лед. Вот, итак, зажигается регионный сигнал. И точные участники, заниматься на лед, выезжают на лед. А уфимцы их приветствуют! Уфа! Вот что-то вяленькое, восточная трибуна, особенно вот там под плакатом, что-то вяленькое, ребята. Южная трибуна, девчонки, где вы? Западная, руки вверх! Ну что ж, друзья, обшор, давайте расскажите, 17-го проезда или 30-го проезда в большей в возрасте. Николай Красников сразу выигрывает старт, явное остановление, заеха в свои руки. Степан Светсон несет со вторым, Маркус Кабраут, третий, корейский, вверх, идет по заезде. Николай Красников наращивает отрыв своих соперников. Степан Светсон пытается догнать российского спортсмена, но идет в второе. Маркус Кабраут по-прежнему идет на третьей строчке в этом поезде, и четвертый он занимает Кая Левкина. И вот, друзья, завершающий круг седанского поезда. Николай Красников по-прежнему лидирует, в первом Светсон придет старт, и в третьем Маркус Кабраут, четвертый Кая Левкина. Завершающий поворот в прямой линии Николай Красников наступил свою победу от этого поезда. Степан Светсон был вторым, третий, Маркус Кабраут, и в следующем линию аутсайпером заезда оказался Кая Левкина. Три очка зарабатывает Николай Красников, два Степан Светсон, одно Маркус Кабраут и ноль Кая Левкина. 61,8 секунды во время этого заезда. Ну что ж, друзья, неплохо, очень даже неплохо стартовал в этом заезде Николай Красников. Пытался Стефан Светсон в шведской ночи немного гнать, но, к сожалению, ничего не мог противопоставить Николаева Красникова. А в 18-м заезде принимают участие следующие спортсмены. По первой дорожке в красном нашлебнике Гюнтер Бауэр, Германия, стартовый номер 12. По второй дорожке в синем нашлебнике стартовый номер 14 Виталий Хабецевич, Россия. По третьей дорожке в белом нашлебнике стартовый номер 6 Антонин Клотовский, Чехия. И по четвертой дорожке в желтый черном нашлебнике стартовый номер 11 Павел Чайка, Россия. А что так тихо на трибунах? Вот тут, друзья, давайте посмотрим с вами на фото-плате в 18-м заезде. Виталий Хабецевич выходит вперед. Гюнтер Бауэр идет вторым. А вот за третье место ведут борьбу Павел Чайка, Антонин Клотовский. Антонин Клотовский идет четвертым. Ориентирует статуей номер 14 заслуженный мастер спорта Виталий Хабецевич. Россия, Атольятти, Мегавада. Гюнтер Бауэр, немецкий кончик, идет сейчас вторым. Предпринимает он попытку атаки на позиции Виталия Хабецевича, но не получается. Павел Чайка, еще один российский спортсмен. Павел Чайка, еще один российский спортсмен, Антонин Клотовский. Что же на финише? Завершающий поворот. Прямая и финиш. Время заезда 61,1 секунды. Три очка заработал Виталий Хабецевич, два очка Гюнтер Бауэр, одно Павел Чайки, ноль Антонин Клотовский. Ну а у нас с вами 19 заезд, в котором будут стартовать. По первой дорожке в красном на шлемнике Францов, Австрия. По второй дорожке в сервере на шлемнике Юлия Базиев, Россия. По третьей дорожке в белом на шлемнике Перлова, Сиреню, Швеция. И по четвертой дорожке, абсолютно в черном на шлемнике, Иван Иванов, Россия. А что, прийти в Лау-Уфа? А что, друзья, все внимание на страдке у нас заезда. Давайте посмотрим, что заход в Марию, как у нас случится. На старте, что вверху заезд начался францов, просто выстреливать со старта. Вот, посмотрите, два российских спортсмена сейчас ведут борьбу за вторую строчку. Иван Иванов и Юлий Базиев. На полкорпуса впереди Иван Иванов и Юлий Базиев. Ай-яй-яй! Остановка заезда. Да, вот это карамболь, как говорят иностранные гонщики. Получился сейчас в борьбе у двух российских спортсменов. Ну что ж, друзья, горит синий сигнал светофора, который находится здесь, рядом с Судейской. Говорящий о том, что Юнир Базиев исключается из перезаезда, как виновник остановки. Ну вот сейчас на повторе, вы видите, как толкнулись гонщики. Трибуны сейчас провожают в закрытый парк аплодисментами Юнира Базиева. А Иван Иванов сидит сейчас вот на снегу. И, судя по всему, его сейчас будут дожать скорую помощь. Но нет, вроде бы все обошлось. Сейчас сам он уходит в закрытый парк. Посмотрим. Ну что ж, друзья, вот еще раз повтор, как все это произошло. Подбросил Юнира Базиева. Не смог он совладать со своим мотоциклом. И прямым ходом сбивает Ивана Иванова, который через стюки, через руль врезается в сугроб. Точно сейчас Франц Цорн и Хэролов Сиридиус стоят в районе по выезду из закрытого парка. Но, дорогие друзья, сейчас из закрытого парка показывают нам снимают шлем с угробой Ивановой. И для своего рода только за руку. Два спортсмена сейчас выезжают на старт. К сожалению, все-таки Ивана Иванов не сможет выехать на старт перед заезда. И только два спортсмена Франц Цорн и Хэролов Сиридиус будут наценивать очки в этом поезде. Франц Цорн выстреливает со стата ПЭЛО Сиридиус и Гео 2-м. Лидерство по-прежнему сохраняет Франц Цорн. И Гео 2-м. Сиридиус, Гео 2-м. Сиридиус, Гео 2-м. Гео 2-м. Сиридиус, Гео 3-м. И в последней части вышел бы его, который так и называется, линдовые гонщики «С-Рейдерс». Я думаю, что скоро мы сможем увидеть этот фильм и у нас в России. И что, что есть, продолжается, нам завершаетесь. В группу уходят спортсмены. Транссор на большое расстояние оторвался от своего визави и завершающий поворот, прямая и финиш. Транссор 3 очка, первого минус 2. 64,5 секунды во время 19 заезда. Транссор с самого начала выстреливает со старта и весь заезд находится на позиции лидера. Ну а у нас с вами завершающий 20-й квалификационный заезд. Напоминаю, затем будут 4 финала, финал D, финал C, финал B и финал A, по которым гонщики будут распределены согласно занятым местам. Итак, в 20-м заезде по первой дорожке в красном нашленнике, статуя номер 17, номер 5, Данил Иванов, Россия. По третьей дорожке в белом нашленнике, статуя номер 2, Отяков, Финляндия. И по четвертой дорожке в голодо-черном нашленнике, статуя номер 3, Дмитрий Хамецевич, Россия. Итак, друзья, все у меня на старт. Представляю, что от самого нового революционного заезда Данил Иванов выигрывает старт. Суть была ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Заезд не останавливается, заезд не останавливается, заезд продолжается. Поскольку упавший кончик, а это, если я не ошибаюсь, Доби Флюкман, не мешает никому спортсмену. По-прежнему лидерство сохраняет Данил Иванов. Россия, статуя номер 5. На революционном заезда номер 3, Дмитрий Хамецевич, также российский спортсмен. Он пытается его сейчас обойти анти-аку, но остается на третьем месте. На завершающий круг отправляются спортсмены. По-прежнему лидерство сохраняет Данил Иванов. Россия, город Тольятти, бегала. Дмитрий Хамецевич идет вторым, третьим Томми Флюкман. Вражнение Антиако. Антиако, Томми Флюкман стоит на другую кругу. Ну что ж, первым на финише Данил Иванов. Три очка. Дмитрий Хамецевич, вторым, два очка. Антиако третьим. Одно и, к сожалению, падение у Томми Флюкмана. 61,9 секунды показал на финише Данил Иванов. Ну что ж, друзья, 40 квалификационных заездов позади. Сейчас судейская коллегия разобьет гонщиков согласно занятым местам на 4 финала. Между ними в закрытом парке будет произведена шеребьевка. Кто из них по какой дорожке в финале поедет. Затем финал Д, в котором будут стартовать спортсмены, занявшие с 16 по 13 места. Ну что ж, друзья, у нас с вами финал Д, в котором по первой дорожке на старт выходит Перволов Сирениус. Он в красном ошлемнике. По второй дорожке в синем ошлемнике Антонин Клотовский, стартовый номер 6. По третьей дорожке в белом ошлемнике стартовый номер 18 Маркус Кабраут. И по четвертой Калехтинин. Продолжение следует... Ну что ж, друзья, финал Д, финал Д. 4 спортсмена, набравшие наименьшее количество очков с сегодняшних 20 квалификационных заездов. Перволов Сирениус по первой дорожке, Антонин Котовский по второй, Маркус Кабраут по третий. Кай Лехтинин по четвертой дорожке в этом заезде. Поехали! Антонин Котовский и Перволов Сирениус ведут борьбу за лидерство. Перволов Сирениус сейчас чуть впереди. Антонин Котовский обходит своего соперника. Порывается вперед. Третьим Маркус Кабраут, четвертым Кай Лехтинин. Ну, Антонин Котовский, что ж, друзья, отрывается вперед. Я думаю, все-таки увидим мы сегодня знаменитую его ласточку. Два круга дистанции позади. Идет впереди Атонин Котовский. Перволов Сирениусов идет вторым. Он сейчас атакует его Маркус Кабраут. Он остается третьим. Шпукает заезд Кай Лехтинин. Итак, на завершающем круге сейчас спортсмены. Посмотрим, что же будет на финише. Что ж, друзья, завершающий поворот. Прямая и финиш Атонин Котовский. Первого всеверного Сирениуса Маркус Кабраута, Кай Лехтинин. Вот так они пересекают. Ну, что ж, вот она знаменитая ласточка Атонина Котовский. 64,6. Время заезда. Ну, и все, что ж, поприветствуем, дорогие друзья, Атонина Котовский, который выиграл финал Д. И показывает свое мастерство. Атонин Котовский. Атонин Котовский. Атонин Котовского. Ну что ж, друзья, впереди у нас Ну что ж, друзья, в финале ЦЭТ только три спортсмена К сожалению, Иван Иванов не сможет выйти на старт Из-за полученной травмы Стефан Свенсен по первой дорожке, Томми Флюкман по второй Иван Иванов должен был стартовать по третьей Но, к сожалению, как я уже говорил, на старт не выйдет Анти-Аква по четвертой дорожке в финале ЦЭТ Ну что ж, друзья, давайте посмотрим заходы в борьбе в этом заезде Уфа, болеем! Болеем, Уфа! Стефан Свенсен на полкорпуса опережает своих соперников Томми Флюкман ведет с ним борьбу Анти-Аква идет только третьим Анти-Аква сейчас обводит Болеем Флюкмана Приходит на второе место в заезде Атакует сейчас, пытается он атаковать Стефана Свенсена Но остается только вторым Стефан Свенсен, в свою очередь, пытается оторваться от преследователей Лидирует по-прежнему Стэфан Свенсен, стартовый номер первый А вновь атакует Анти-Аква и остается вторым Завершающей группу будут спортсмены Лидирует Стэфан Свенсен, Швеция Посмотрим, что же будет на фидише Итак, завершающий поворот, прямая и финиш Лидирует Стэфан Свенсен, три очка Анти-Аква, два Ну вот, дорогие друзья, вновь горит синий сигнал светофора Говорящий о том, что результат Томми Флюкмана аннулирован За пересечением внутренней синей линии трека, вот в первом повороте Здесь, в первом повороте от старта 63,6 секунды, время финала Ц Именно такое время показывает на финише Стефан Свенсен Пытался Томми Флюкм на несколько раз атаковать Но откатился даже на третью позицию И, соответственно, атаку и финишировал Но, к сожалению, даже и пересек внутренней синей линии трека Двумя колеса и мотоцикла Вот Стэфан Свенсен приветствует ухимских зрителей Ну а у нас впереди с вами финал Б В котором стартуют по первой дорожке в красном нашлемнике Франц Цорн Австрия По второй дорожке в синем нашлемнике Виталий Хомицевич Россия По третьей дорожке в белом нашлемнике Гюнтер Бауэр И по четвертой дорожке в желто-черном нашлемнике Павел Чайка Ваши аплодисменты и свист Уфа А где ваши руки? Восточная трибуна А южная трибуна, не вижу вас Западная трибуна, где вы? Ну что, друзья, давайте посмотрим за кругом борьбы в финале Б Два российских спортсмена стартует в нем В основном у нас три спорта Виталий Хомицевич Вестория русской голодоватой И поюм Чайка из парамосковных литровиц Круга по Москве По первой дорожке Франц Цорн По второй уходим Виталий Хомицевич Возьмите на фонг и Павел Чайка по четвертой Все, внимание на старт, поехали! Франц Цорн Выигрывает старт Виталий Хомицевич Выводик из парамосковных литровиц Вюмтер Бауэр вырывается на третью строчку Павел Чайка идет только четвертым Виталий Хомицевич Пытается оторваться от своих преследователей Вюмтер Бауэр в свою очередь Пытается атаковать позиции Франца Цорна В борьбе за второе место в финале Б Павел Дистанции Фройдина Лидирует Виталий Хомицевич Заступный мастер-склон на Мегаладо Тольятти Франц Цорн идет вторым Гюнтер Бауэр в третьем Павел Чайка четвертым В завершающий круг заезда Отправляются сейчас спортсмены Что же будет на финише? Сможет ли Гюнтер Бауэр обойти Франца Цорна или нет? Итак, завершающий поворот, прямая и финиш Виталий Хомицевич Начиняющий первый Франц Цорн второе Гюнтер Бауэр в третьем Павел Чайка четвертый 62,1 секунды Время этого заезда Ну что же, дорогие друзья Вас приветствует австрийский гольщик Франц Цорн и Гюнтер Бауэр в Германии Давайте поаплодируем Поаплодируем И факт, где ваши аплодисменты? Аплодисментами встречает Придуме проезд Трансакционной Гюнтера Пауэра По ледовому концу скорости Дожды, я сейчас Уроду, я тут на дорожке А лед пылает огнем Слез парень лет И притяжение нет И скользящий полет Всегда в деревне Я вот сейчас Вашим патронам Далай Красников Который будет стартовать в финале По второй дорожке По шлемновец По ледам Танил Иванов Будет стартовать по первой дорожке Он будет в красном В нашей шлемнике Юнир Базиев В белом И Дмитрий Хамецевич В желто-черном В нашей шлемнике Сейчас готовят Мотоциклы И Амилу Иванову И Дмитрию Хамецевичу Ну, друзья Доканчивается заезд Снегоуборочной техники На треке Кимского стадиона Строитель И буквально Через несколько минут Мы с вами узнаем Кто же станет победителем Четвертого этапа Финала 44-го личного чемпионата мира По мотогонкам Про льду А мы не забываем болеть Да Ну, друзья Буквально считанные с их круга Остаются Довы из-за спортсменов Которые уже готовы Готовы Идутся в бой Для того, чтобы Определить Кто же все-таки Северующий Геннадий 2 44-го личного Геннадий 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 Проходит Столица Республики Башкортостан В городе Уфе На стадионе Строитель Зрители Сегодня Просто великое множество Примерно Около 8-9-10 Северных Здесь На стадионе Строитель Как я уже говорил Северных Там В гостях Что вы посмотрите Это Великолепное Теста Приехали В шведские Магиабелли В шведские Которые слова Геннадий Девушки Первые Магиабелли Они остались Очень довольны Увиденным Очень понравилось Это Теста Имя Которому Линтовый Спидрей А мы болеем Уфа Где ваши руки Друзья Дарья Воронков Стоять На первую Дорогу Николай Герасников Которого И Базеев Будет Стоповать Третий Проблема Проблема С мотоциклом У Энира Базеева Вокал В руку Зовет Мегаликов Заглох У него Мотоцикл Но отсчет Двух минут Идет Идет Отсчет Двух минут Помогают Сейчас Цилки На повороте Завести Юниру Мотоцикл Осталась Одна минута Одна минута Всего лишь Одна минута Остается Юниру Базееву Для того Чтобы Прибыть На старт Что же Случилось С мотоциклом Саранского Спортсмена Вроде бы Все нормально Завели Мотоцикл И теперь Подъезжает На старт Базееву А Данил Иванов ведет борьбу с Николаем Красниковым за лидерство. Николай Красников оттесняет Данила Иванова и выходит в лидеры заезда. Дмитрий Комицевич идет третьим, но вот, к сожалению, сходит юниор Базеев. Подвела его техника, проблема с мотоциклом, заездным временем продолжается. Лидерство сохраняет уфимский гонщик Николай Красников, заслуженный мастер спорта. В 2008 году Николай Красников был предусмотрен это высокое спортивное звание, заслуженный мастер спорта России. Что ж, друзья, завершающий поворот, прямая и финиш. Победитель финала А, Николай Красников, приветствует зрителей. 61 секунда ровно во время этого заезда. Ну что ж, поприветствуем Николая Красникова, Дмитрия Комицевича и Данилов.